Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Сейчас великие дни. 60 лет назад советский человек Юрий Алексеевич Гагарин взлетел в космос. Это был первый полет человека в космос. Как бы сейчас американцы не пытались превратить эту историю в то, что Гагарина не было, а первым был Гленн, это американский космонавт, который чуть позже взлетел. Все-таки первым был Гагарин. Хотя в Европе многие студенты до сих пор считают, что первенство у американцев. Сегодня мы поговорим о космосе. Сегодня у нас в гостях Владимир Петрович Козин, шлемер-корреспондент Академии военных наук. Добрый день, рад вас видеть. И, в общем-то, с праздником, 60-летие. Приветствую вас горячо и также поздравляю с нашим огромным праздником. И не только нашим, но и всего человечества. Потому что первый полет человека в космос – это был наш парень. Владимир Петрович, а вот давайте с чего начнем. Я так понимаю, что мы оба были довольно в молодом возрасте, скажем так, если не в детском. Какие воспоминания от 12 апреля 1961 года у вас остались? Вот эта информация, самая первая, которую я услышал о полете Юрия Алексеевича Гагарина, застала меня в гарнизонном военном автобусе, который перевозил нас, школьников, из города Росток, Германская Демократическая Республика, в город Дамгартен, где была средняя школа. В Ростоке не было, была только начальная. И мы каждый день ездили туда-обратно на этом гарнизонном военном автобусе. И вот при подъезде к городу Дамгартен, ну на севере Германии, вдруг мы там остановились, как обычно, заходит военный человек и говорит, вы знаете, Советский Союз запустил первого человека в космос. Ну, что тут началось? Крики, виск, ура! То есть всю дальше дорогу, когда мы ехали в воинскую часть, где была средняя школа, там была наша военно-воздушная база. Вот, мы всю дорогу радовались, и потом, конечно, все занятия в школе, когда мы приехали на занятия, все занятия были сорваны. Только разговоры об этом на всех предметах, на физике, на русском, на физкультуре. Это было просто, ну, фурор, необычное что-то, что-то из фантастики. А мы раньше читали именно фантастические вещи. И тут раз, пожалуйста, кто? Юрий Алексеевич Гагарин, наш, военный, вылетел, полетел и приземлился. Но он там мало находился в космосе, но неважно. Один виток вокруг Земли был? Да. Я могу свое вспомнить. Значит, был я тогда в третьем классе, возвращаюсь домой. Бабушка говорит, сейчас по радио объявили, что человека в космос запустили. И я совершенно искренне спрашиваю, это что, сказка такая новая? Потому что с утра в то время по радио сказки какие-то для детей передавали. Бабушка говорит, нет, это не сказка, это было действительно так. Ну, с телевизорами тогда было плохо. Во всяком случае, на следующий день у нас уже в школе был большой праздник. Уроков мы, конечно, не срывали, но некоторые даже по партам скакали. Настолько все было здорово. Ну, вот с этого все началось. Но это не начало космической эры, потому что все-таки первый спутник в 1957 году был запущен. Но это начало космической эры, как говорили, покорения человеком космоса. И вот сейчас космос представляет собой немножко другое. Тогда было увлечение космосом и у нас, и в Соединенных Штатах. Все хотели лететь в космос, покорять другие планеты. А сейчас одна из больших забот, как бы космос не превратился в арену военного столкновения. Я знаю, что вы эксперт в этой области, поэтому хотелось бы вас попросить сделать такой обзор в сегодняшней нашей программе, что происходит с возможной милитаризацией космоса. Какие есть договора возможные, какие условия размещения там оружия. Я так понимаю, что рано или поздно гонка вооружения может туда переместиться. Да, вы поставили очень много вопросов, которые являются жизненными, реалистическими. И хочу сказать, что в свое время Советский Союз, вскоре после запуска искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, и потом в апреле 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин был выведен на космическую орбиту, мы, наша страна, СССР, а сейчас Российская Федерация, постоянно обращали внимание мирового сообщества на то, чтобы космос, а это среда для всего человечества, здесь нет особых каких-то привилегированных государств, каких-то суперважных или менее важных. Здесь все государства равны. Так вот, ну понятно, что некоторые государства не обладают космическим потенциалом, ну маленькие, у которых нету особых космических, как говорят, интересов, и нету соответствующей космической промышленности. Но, тем не менее, космических государств становится все больше и больше и больше, и будет дальше это количество набираться. Так вот, вы задавали... Извините, я в добавлении, буквально недавно, несколько дней назад, может быть, пару недель назад, в России запущены были десятки спутников разных государств нашей ракеты-носителя, и по разным орбитам они были расставлены, настолько техника, так сказать, пошла вперед. И многие государства мира получили собственные спутники связи благодаря нашей ракете. Это произошло этой весной. То есть количество космических государств растет даже вот через это. Да, понимаете, космос, он есть и гражданский, коммерческий, и военный. Военный подразделяется на космос, ну как бы, безударных космических вооружений. То есть это навигационные системы, метеорологические спутники, спутники, допустим, наблюдения за пожарами, за движением морских судов в Мировом океане. Очень много. Погодные и так далее. И есть космос военный, где, в принципе, имеются уже ударные космические вооружения и оборонительного, и наступательного характера. На следующий год, после того, как мы запустили Советский Союз, первый искусственный спутник Земли, мы предложили Москва заключить международное соглашение о запрещении использования космоса в военных целях. 1958 год, на следующий год. Мы неоднократно выдвигали около 20 различных внешнеполитических инициатив, связанных с космосом, где упор делался на то, чтобы там не было ударно-космических вооружений. Пусть военные системы, навигационные и так далее, неударного действия работают, но чтобы не велись военные действия и чтобы космос не превращался в зону космических операций или звездных войн. В 1979 году мы вели переговоры с американской стороной по противоспутникам системам. Американцы потом прекратили участвовать в них, и они вот с того времени никогда более не возобновлялись. В 1983 году мы предложили не милитаризовать космос вообще. В 1985 году мы предложили отказаться от испытаний как раз противоспутниковых систем. Эта же тема космических вооружений обсуждалась в 1988 году по нашей инициативе. Предлагали договориться с американской стороной и другими космическими странами на переговорах тогда по ядерным космическим вооружениям. Американцы отказались. Наконец, в 2001 году, уже после распада СССР, Российская Федерация выдвинула несколько инициатив. Первый, в 2001 году. Инициатива о неразмещении в оружии космос, в космосе оружия любого вида, неважно какого. В 2008 мы с Китайской Народной Республикой предложили на конференции по разоружению в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Получили критические замечания на него. В 2014 году обновили, с учетом этих замечаний, проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Но и в 2016 году такое знаменитое соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе. Так же, как, допустим, о неприменении ядерного оружия первыми, то есть первому дали соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе. Так вот, все эти инициативы американская сторона отвергала и отвергает до сих пор. Вместо этого американцы давно уже создали космическое командование военно-воздушных сил. Но Дональд Трамп, предшественник Джозефа Байдена, республиканец, он в 2019 году с большим опломбом провозгласил создание космических сил Соединенных Штатов. не в рамках ВВС Соединенных Штатов, а вообще создал командование космических сил, ну и космические силы. И здесь я могу сказать два слова буквально. Дело в том, что эмблема этих космических сил очень похожа на эмблему американских астронавтов в одном из многосерийных фильмов о том, как американцы летали в космос. Ну да. И уже создано управление развития космических сил в 2019 году, космическое командование в том же 2019 году, силы космических операций, ну и четвертое, это как бы туловое управление по обеспечению и обслуживанию вот этих космических сил. Американская сторона до сих пор, я повторяю, до сих пор придерживается трех главных целей в космическом пространстве. Первое, это превращение космоса в сферу боевых действий. Второе, это полное доминирование в нем, даже игнорируя своих союзников по НАТО. И третье, уничтожение в космическом пространстве космических объектов любых противников. Почему это, три цели остаются у американцев до сих пор? Дело в том, что космическая стратегия, национальная космическая стратегия Соединенных Штатов, а по сути дела военная национальная космическая стратегия или космическая политика Соединенных Штатов, которая была утверждена Трампом, она остается без изменений до сих пор. Трамп не модернизировал, не актуализировал эту космическую стратегию Соединенных Штатов. У них есть определенная, что ли, фаза принятия таких крупных доктринальных установок. Сначала должна быть концепция или стратегия национальной безопасности, потом национальной обороны, потом ядерная стратегия, или стратегия космической, использование космических пространств в военных целях и противоракетной обороны. Джозеф Байден пока обрисовал только штрихи стратегии национальной безопасности. И, естественно, каждый новый президент будет обновлять вот эти все названные мной пять ведущих стратегий федерального характера. Но я повторяю, космическую стратегию или политику Соединенных Штатов в области космоса Джозеф Байден пока не объявил. Но она остается старая, то есть трамповская. И она останется таковой, я думаю, даже тогда, когда он все эти положения утвердит. Почему? Да потому что на военный космос американцы выделяют а. значительные финансовые средства, и б. они носят перспективный характер. Они уже выделены. Они даже перехлестывают. Ну, допустим, если мы предположим, что Джозеф Байден останется главой американского государства только один срок, 4 года, вот, и появится кто-то другой, все равно космическая линия Соединенных Штатов в военном космосе, она останется без изменений. Они, конечно, взаимодействуют и сотрудничают и со своими прямыми союзниками по НАТО, и со своими союзниками космическими державами, которые не входят в Североатлантический союз. Ну, например, и с Японией, и с Австралией, и с Южной Кореей. Вот. Ну, с другими странами, поскольку кооперация довольно широкая. И хочу также особо отметить, что у американцев сейчас разрабатываются и Джозеф и Байдене будут продолжать разрабатываться 12 космических программ. Шесть из них, то есть половина, для создания ударно-космических вооружений и шесть программ, это с целью обеспечения функционирования вот орбитальной космической группировки США. Там есть разные виды вооружений и с ударно-кинетическими характеристиками, с электромагнитными, неударного действия. Например, когда спутник-шпион или спутник-инспектор, так называемый, приближается к спутнику потенциального противника, ну и просто снимает его с орбиты или взрывает, или отправляет в дальний космос, то есть бесконечность, где он, естественно, прекратит свое существование. Ну, используется также оружие, с применением электромагнитных импульсов большой мощности, система глушения радиосигналов космических аппаратов или работа на радиочастоте таких аппаратов, когда, допустим, подаются ложные команды, не просто снимается информация, ложные команды. То есть, понимаете, в международном праве есть, конечно, ограничения, что космос должен быть мирным, там есть конвенция международная о спасании космонавтов, если они терпят бедствия, да, вот, оказание содействия, успешно работает космическая лаборатория, мир нашего производства с участием американских астронавтов и других стран. Но, тем не менее, в Осене не там. Нету такого всеоблимающего, широкого международного договора, соглашения, как угодно назовите, которое не разрешало, ни под каким соусом, превращать космос в арену звездных войн с размещением там ударно-космических вооружений. И вот сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, вы перечислили очень много таких, как говорят, в софистике французы слишком сложных вещей, которые собираются, а может быть, уже присутствуют в космосе. Что из них является планом, а что реальностью уже? Чем располагают американцы и чем располагаем мы в космическом пространстве вот с этой точки зрения, вокруг Земли? Ну, нас я не хочу комментировать. Для этого есть специально обученные люди, наши космические силы и плюс российский оборонно-промышленный комплекс, который тоже производит соответствующие космические аппараты. Но про американский могу сказать, что в принципе у них есть уже ударные космические вооружения. На подходе размещения в космосе систем противоракетной обороны как оборонительного характера, так и наступательного. То есть космос-космос, космос-поверхности Земли. Почему я так говорю? Не просто космос-Земля, потому что объекты бывают и в Мировом океане. Поэтому вторая часть космоса дефис поверхности Земли. Ну и разрабатываются разного рода другие аппараты на новых физических принципах. Есть одно очень хорошее положение в международном космическом праве, которое запрещает размещать в космосе ядерное оружие. Но понимаете, в условиях, когда очень трудно провести инспекцию таких объектов, которые могут нести на борту ядерное оружие, уже будучи запущенными в космос, ну это трудно очень. На Земле нет такой у нас системы мердоверия между Москвой, Вашингтоном и другими космическими странами, например, с некоторыми странами НАТО, Великобритания, Франция, Германия и так далее, чтобы мы могли как бы разжилить забетонно знать, что в космосе нет ударно-космических вооружений. Это пока терроринкогнито. Вот. Еще один вопрос в этой связи. Конечно. Насколько я понимаю, в основном то, о чем мы сейчас говорим, это может быть ближайшее, но все-таки будущее. А вот я вам задам вопрос, который интересует очень многих. Вот в течение многих лет Россия продавала Соединенным Штатам двигатели для запуска космических кораблей РД-180. на этих днях пришло сообщение, что 2021 год это будет последним годом, когда эти двигатели будут поставляться в Соединенные Штаты, потому что контракт заканчивается. Более того, то, что я вычитал, может быть цифры не совсем точные, но порядка 200 двигателей было за это время туда поставлено, может быть еще некоторые подойдут дальше, и они использовали где-то около 100. то есть примерно 100 двигателей у них лежит. И тут возникает вопрос. Раньше говорили, что американцы просто не в состоянии делать такие двигатели, а сейчас уже разговор немножко другой, что они нашли замену российским двигателям, и поэтому контракт закончился. Вот как вы можете это прокомментировать? Ну, если контракт закончится, правда, я точной даты не могу вам сказать, я просто не помню ее, но мне кажется, возобновлять его больше не стоит. Это политическое решение, я с вами согласен, я имею в виду другое, а технически почему они не могли это сделать? То есть вы говорите о том, как они собираются милитаризировать космос, а на чем они летать собираются? Ну, я думаю, что им помогут японцы может быть создать такие двигатели, может быть напрягут собственный свой инженерно-космический потенциал, скажем так, своих изобретателей, потому что в принципе миниатюризация ракетных двигателей, она везде идет, и в авиастроении, и в ракетостроении, вот, поэтому с учетом такой ярой антироссийской компании, которая сейчас ведется в Соединенных Штатах, и которая, увы, продолжится и в будущем, мы должны очень осторожно подписывать разного рода контракты, заключения о поставке чувствительной технологии американцам, имеется в виду по материаловедению, по двигателям, еще по каким-то изделиям, которых у них нет или не хватает собственных природных ресурсов для того, чтобы в большом количестве иметь определенные металлы, определенные композитные элементы, вот, в частности, по авангарду, можно сказать, мы по материаловедению обошли американцев на многие годы вперед, и у них такого нет, когда они создадут, но одному, как говорят, Аллаху известно, если так можно выразиться, но в этом плане надо быть, я повторяю, более осторожным и прежде, чем подписывать разного рода контракты с американской стороной, надо исходить из интересов национальной безопасности, национальной обороны. Я, например, точно знаю, что наши двигатели RD-180, они использовались для вывода на орбиту многоразового беспилотника мини-шаттла, мини-шаттла X-37B, который является многоразовой платформой, многоразовое использование. В прошлом году был запущен шестой такой спутник, что ли, грузовик, если можно сказать, мини-шаттл, это все понимают. Там есть грузовой отсек, он очень большой, туда можно впихивать все, что угодно, и оборонительные системы вооружений, средства радиолокационного наблюдения и ударные космические вооружения. Почему бы нет? Достаточно маленькому снарядику с размером 200-миллилитровый стакан врезаться в спутник, вывести электронику или нарушить герметику, и все, все пропало. Поэтому мы по-прежнему настаиваем на то, чтобы космос не имел ударных космических вооружений любого рода, любого вида, любого типа. Военные спутники неударного действия. Это нормально. Пусть летают, пусть находятся, пусть смотрят, пусть наблюдают. В конце концов, определенная группировка входит в группировку средств, национальных технических средств контроля, наблюдает, как выполняются международные договоры, соглашения в сфере контроля над вооружениями и так далее. Студия. А вот смотрите, недавно американцы подтвердили свое желание выйти из договора об открытом небе, из дома. А потом появилась информация, что у них самолеты, которые занимались этой наблюдательной функцией, но разведкой летали над нашей территорией, они устарели. Насколько это верная информация? И второй вопрос в этой же связи, может ли космическое наблюдение, космическая разведка заменить вот этот дом? Нет, не может. Не может, потому что самолет может лететь ниже облаков, то есть у него визуально Земля и поверхность Земли, допустим, над Мировым океаном открыта, но космические аппараты, особенно когда плотная облачность, они не могут видеть, нет таких, еще не придумали средства наблюдения и обнаружения объектов на Земле, которые могли бы просматривать до мельчайших деталей объекты, перемещения войск, техники на Земле через такую облачность, поэтому ДОН был нужен, договор по открытому небу был нужен, но то, что они заявляют, что у них старые самолеты по открытому небу, open skies aircraft старые, это свидетельствует о том, что они вряд ли при Джозефе Байдне вернутся в этот договор, вообще американцы редко когда возвращаются в те договорные акты по контролю над вооружениями, из которых они когда-то вышли, то есть вышли из договора РСМД о ликвидации ракет средней меньшей дати никогда не вернутся, потому что создают эти системы, зачем им возвращаться? А в связи с этим, как у нас идет сотрудничество о космосе сегодня речь на международной космической станции? Мир, насколько я понимаю, был затоплен давным-давно, если не ошибаюсь, в 99-м году это наша была космическая станция, а теперь вокруг Земли путешествует международная космическая станция, мы там с американцами. Недавно, кстати, шикарный был снимок, кто-то из фотографов на Земле, не помню из какой страны, снял образ этой станции, то есть обрис ее на фоне Солнца. Это вообще шикарная техника и смотрелось фантастически. Вот как у нас на МКС с американцами. Ну, мы продолжаем сотрудничество, но я считаю, что только ради денег, потому что они оплачивают свои полеты, это понятно, это коммерческий проект, но только ради денег с ними сотрудничать в этом плане, это неправильно. Мы обладаем финансовыми большими ресурсами, вполне можем, как говорят, не приглашать наших американских виз-а-ви, я специально их не называю партнерами, потому что они нас называют противниками, потенциальными противниками, врагами даже, вот поэтому очень так с осторожностью подбираю слова, как бы их назвать. Оппоненты, но не партнеры, виз-а-ви, сторона американская, как угодно. Вот, надо всегда исходить из того, что американцы всегда считали СССР и Российскую Федерацию и будут считать нас всегда своими потенциальными партнерами, не партнерами, а противниками, либо один, либо номер два. Иногда тасуя нас между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, все зависит от того, какая сфера деятельности принимается внимание. По экономике, конечно, Китай на первом месте, по ядерному оружию Российская Федерация, по гиперзвуку тоже Российская Федерация, по населению, конечно, Китайская Народная Республика, по площади Российская Федерация, ну и так далее. Поэтому мне как-то скажем, американские виз-а-ви и другие натовские скажем, оппоненты говорили открытым текстом, мы хотим задушить Российскую Федерацию. Мы хотим, то есть мы американцы и натовцы, но не знаем как. Вот когда мы будем иметь это, как говорят, в уме, вот такое, такое предостережение, мы, конечно, будем более трезво относиться к разного рода предложениям, сомнительным шагам, всяким заманчивым идеям и так далее. Это люди не настроены на развитие дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией. Конечно, есть много очень американцев, которые нам симпатизируют, это в основном простые люди, но военно-промышленный комплекс спецслужбы Соединенных Штатов и нынешнее руководство в лице Джозефа Байдена это ведут себя как империя зла, подлинная империя зла в отношении Российской Федерации. Вадим Петрович, большое спасибо за этот интересный разговор, хотя сегодня праздник, безусловно, сегодня праздник, но вот такие озабоченности, которые высказали, дают возможность в этот праздник посмотреть вокруг и подумать, как бы нам сделать, чтобы этот праздник продолжался многие десятилетия наперед и нам бы никто не помешал. Всего самого доброго, спасибо за участие в программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова